Кукла есть? Пенек нет. Всем привет! А что у нас сегодня? Мы как бы продолжаем распаковочный марафон, но вот эти две девочки ждали долго, могут ещё подождать, а в кадре сегодня вот данная красоточка и слово передаём как бы хозяйке красоточке. Да. Вот такая, в общем, у нас лолочка-красоточка сегодня на обзоре. Вообще, скажу, что это была моя давняя мечта, как вышла эта вот какая-то серия, это я даже вообще не помню, неважно. Ой, неважно. Когда вышла эта серия, я так влюбилась в эту бабочку, что я просто не могла. Вот покажу ещё других девчонок. В принципе, вот эта парижанка неплохая тоже, она такая в нежных таких каких-то шадель-кутюр цветах. Ну, я решила, что вот эта wildflower, её зовут, типа, как это называется? Дикий цветочек. Она меня прям поразила, привлекла, и вот, наконец-то, до неё дошли руки, как говорится. И кошелёк. Что немаловажно, ой, извините, что немаловажно, да. Вот. Я не помню, если я в таких коробках уже кого-то распаковывала из лолок, по-моему, нет. В таких именно супер открытых, потому что... Ну, разве что кухня. Ну, кухня, она как бы кухня. Вот. Потом у меня была Ангела, она была в такой, оп-оп-оп, у меня полностью закрытой коробке, а Роял Би была в открытой, но всё ещё у неё была часть аксессуаров как бы под артом. А тут прям какой-то четвёртый, ну, третий тип коробки. Вот. Ну, то есть, у меня уже убрали сюрприз, только тут у нас есть аксессуары-сюрпризики. Ну, вот. И хотела заметить, ну, вот, сам Арт, конечно, очень красивый. Вообще, прям, мне нравится очень сильно. Потом вот такая Сис, Систер, её тоже очень симпатичная. Я не знаю, с какой серии, напишите, если знаете. Но у неё тут прям глазки, типа, сияющие, это здорово. И, что мне понравилось, вот ещё посмотрим на боковую. Wild Flower написан таким нежным шрифтом. Ну, всё такое розовое в бабочках. В общем, прикольно. И здесь вот такой классный принт из чёрно-белых бабочек. В общем-то, такая коробка. Ну, и давайте уже раскрывать её. Всё так просто, что ли? Неужели? Ведь это должен быть подвох. Да, очень странно. Помимо штырей в башке. Итак, делаем ставки. Сколько штырей в башке в этот раз будет? Хватит пугать людей. Канамы тоже интересно посмотреть. Так, тут скотч, конечно, везде. Уже достали. Давай-ка, попробуем. О, всё. Вообще, удобно вот так. Всё открывается быстро, нормально. Вообще, прекрасно. Никакой возни. Меньше мусора. Ну, собственно, вот и куколка в классном таком розовом оформлении. Всё ещё сохраняет, как бы, мысль, что это комнатка какая-то. Вот, там мы её всё рассмотрим. И давайте сначала я начну, наверное, распаковывать аксессуары. Посмотрим, что у нас тут. А куколка, он слайм на сладкое. Касаемо мусора. Скиньте нам на мусорные пакеты. Нам надо донат открыть на мусорные пакеты, да. Вот такой здесь у нас фэшн-журнал. Модный журнал. Тоже с принтом бабочек. И здесь написано, какой твой знак зодиака. Да? И тут написано осень 23-го года. Видимо, это её дата выпуска. И мы видим, что девчонка у нас рыбка, рыбы. Э, фокус, работай. Да, вот такая вот у неё, вот такой здесь портрет. И написано, forget your plans, stop and smell the daisies. Дейзи, это, кажется, ромашка. Типа, плюнь у нас свои планы и иди нюхай ромашки. Забей и нюхай. Странно звучит, но да. Ну, по факту да. Вообще, да. Хороший совет, вообще-то. Чего, вкарится-то. Вот такой журнал. Не знаю, кто их вообще сохраняет. Ну, я сохраняю, но не знаю, кто им и пользуется. Ну, ладно, это мы опустим. И далее здесь у нас, вот я не знаю даже, как это освободить. Сейчас посмотрим сзади. А, тут всё закреплено. Вот типа двух. Ну, не так, как вот в первых коробках. Невозможно было открыть, когда. Это вообще, конечно, да. Что ещё можно рассказать? А тебе не нравится из этой серии никто? Да вот она мне нравится. А, она? Да, я на неё тоже смотрю. Ну, с другой стороны, меня до сих пор ждёт моя Кэмп Кьюти, отложенная вот уже год. Ждём обзор на Кэмп Кьюти, если он будет, надеюсь. Надеюсь, будет. Она прикольная. У меня детстве и обувь не очень нравится. Розовая или жёлтая какая у неё? Она у неё розовая, меховая, да. Ну, да. Да, слушай, макну в какие-нибудь чернила и нормально будет. Ну, да. А эту у тебя смогу пожмакать. Ну, кто пишите, у кого так бывает, когда друг купит подобную куклу, которую ты хочешь, а потом ты её уже не хочешь. У меня это с твоей флорой так. Ну, смотри, на некоторых твоих кукол это всё-таки не распространяется. А, да? Могу прям даже это по пальцам перечислить. Я не знаю, коробка не выжигала. О, кстати, расчёсочка внизу была и основание для подставки. Тут какие-то ещё китайские символы, японские всякие. Опа. Боже мой. Прям новая для меня вот эта коробка вот. Давай распаковывай. Ну, давай, распаковывай. А я всё ещё мучаюсь так со сваром. Так. Ой, везде скотч. Ну, конечно, они любят всё закрепить, как будто, блин, я не знаю, землетрясение будет у них тут. Знаешь, знаю, как на складе кидают коробки. Пусть уж лучше она будет закреплена на скотч. Так. Ну, давай, покажем. И я как раз открыла подставочку. Угу. Это перламутровая, немножечко блестящая. И розовая OMG расчёска. Кстати, интересно, что расчёска, она другого формата, нежели... Ой, другого цвета, нежели подставка, потому что обычно вроде... А нет, я вспомнила, что нет. Что другого цвета. Это у Rainbow High одного цвета. И вот основание, оно такое прям жемчужного цвета, прям с переливами. И здесь даже какие-то как... А, ну это просто переливы. Как будто создают рельефы вот здесь, как такие, как складки. Но на самом деле она прям плоская, без всяких этих. И какая-то она другая. Вот тут, по-моему, другое вот это крепление было. Просто обычное. А тут такие... У меня так давно не было лолок, что я уже липскую. А я пока смотрю, что у нас тут дальше. Ну, давай покажи подставочку. Кстати, она такая узкая. Разве? Ну, я... Что-то я вообще забыла. Мне кажется, вообще оно всё другое стало. Типа... А, вот потому что широкое. А, а это что за... Не знаю. Может, ну... Может, это для какой-то объёмной... Или наоборот, что... Может, это оборот для голой. Да. Вот, потому что это пошире. Да, вот это уже я узнаю. Вот. Ну, короче, ладно. Давайте тогда посмотрим, что у нас тут по аксам. Так, тут вообще всё изменилось. Сраньше было лучше. Не могу сказать. Просто всё такое новое для меня. Вот. Сейчас я всё освобожу. И... Дамочка пришла с шопинга? Да. Тут у них бутик прям. Ну, можешь показать коробочки. А потом посмотрим, что в них. Вот тут мне кажется... Лично мне кажется, что тут очки. Возможно. Потому что... Вот даже у моей мамы есть вот такой вот треугольный футляр для очков. Да, очки у неё, конечно, огроменные, если сравнить вот с ней. Ну, так вот. В общем, здесь шла вот такая, как... Ну, такой шкафчик, типа полочки. И как бы даже можно их, в принципе, использовать для чего-то. Возможно. Ну, вот. И такой хранить. Плотную еду. Плотненький картон достаточно, вот. Ну, не знаю. Вот. И у нас идут три вот таких вот интересных коробочек. Вот. Здесь у нас биги-бутик. Такой, как пакетик, да? Типа. Вот. Такой он цветастый, прикольный. Давайте сразу посмотрим, что там. Сейчас буду шуршать бумажечками. Так. Пусто. И вот такая классная бабочковая бумага. Опять же, всё в таком стиле. Очень красивая бумага. Да. Вот эту бумагу можно накрапать как раз. О! Скраббукинг. Да. И здесь вот такая вот... Какая красивая сумочка. Очень красивая сумочка, да. Вот у них сумки, конечно, то в виде книги, то в виде ещё чего-то. Что-то фокус сегодня не хочет. Забейте на проблему, идите нюхать сумки. Кстати, да, ромашки, кстати, да. Вот что-то типа того. В общем, сумка классная. Может, у нас как-то свет плохо стоит. Мы даже его не отрегулировали, но пофиг. В общем, такая розовая, полупрозрачная, с блёстками. Ну, это прям must have. И на таком, как жемчужиной такой ручечке. Ну, и она так типа открывается, но на самом деле просто здесь маленькое такое отверстие, как кошелёчек такой сумочка. Очень красивая. А у тебя же есть вот эти купольные деньги? Где-то должны быть, но вот если поищешь там... Вон сейф розовый. Небольшая вставочка. Как выглядит просто коллекция. Завалы, блин. Завалы, аксессуары. Это ещё не всё, блин. Ужас. Ой, и у меня нет, а не лучше. Итак, раз ты сказала про вот этот футляр с очками, можем посмотреть, что тут у нас, если там реально очки. Вот так я простенько его открываю. Но на самом деле мне прям нравятся аксессуары. И здесь тоже, опять же, у нас пакетик. Суршащий пакетик. Вот. Вот это даже я бы оставила. Они такие прикольные. Вот. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Да. Чую, здесь очки реально находятся. Ой. О, какие очки. Ух ты. Очень красивые очки в виде бабочек. Да, фокус. Работай. Мы же работаем. Ничего-то ещё сегодня не ховочет. Стоп. Вот. Такие вот классные очки. Был прозрачные, нелитые как бы. И вот такие бабочки по бокам бусинки. В середине тоже бабочка. Вот такие золотые дужки с узорами. Вот. В общем, мне очень нравится. Вот, блин, влюблюсь и куплю. О, что, можешь, если пожелать? Вот небольшая вставка. Розовый сейф. Как он открывается? А там кот набирает, и что? Пароль. О, деньги. С баблом. С баблом? Да. А ну, мне просто интересно, влезет ли сюда кукельное бабло. Ну, зато видно, что богатое сразу. Ну, за пару купюр, если их достать, они сюда влезут. Вот, хорошо, что я пошерудила этими пакетиками, потому что выпали аксессуары ещё. Сейчас бы выбросила. Ну, я помню, что у неё серёжки-то. И вот, вот, смотрите, какая красота. Вот такие вот прям тоненькие серёжки золотые в виде бабочек. И вот такое жерелье тоже с бабочкой. Это вообще, ну, это и законно, такая милота вот такая. Вот законно ли это? Не знаю. Вот, достала всё-таки пару купюр, поэтому бабочка теперь богатая. Может идти на следующий шокинг? На следующий, да. Ну, и тут, по идее, у нас обувь. Если она без обуви, то здесь у нас, думаю, будет ботинок. А, ну, тут вот и написано. Кстати, я вообще не знаю, какие у неё ботинки. Не видела. Вот. Кстати, элемент с шифром пропал, его здесь уже нет. Ну, они решили уже не заморачиваться. Да, не думаю, что кто-то это прям замечал из детей. Так, ну, давайте откроем и коробочку. Вот эту. Всё такое розовое, нежное. Мне прям очень нравится. Опа. Прям. Прям вот эти сексуары, они такие. Я вот немножко опущу, всё такое супер розовенькое. Мне вообще зашло. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Ой. Они такие не прям большие, как у остальных. Вот бабочки опять. И вот такие вот туфляшки. Такие вот, как это, босоножки, как это назвать. Никогда такой моут не видела. Довольно интересные. Везде-везде бабочки. В общем-то, да. Вот. Ну, что ж. А теперь куколка, да? Да. В общем, всё. Дамочку мы освободили. Она уже стоит в своей комнатке. Давайте ещё посмотрим на комнату, как она выглядит. Вот такая вот дорого-богатая какая-то комната вся розовая. Вот тут кресло в виде бабочки. Заметьте. Подушка в виде бабочки. Ну, боже мой. Лампы из ромашек. Нюхайте ромашки. Лампы из ромашек. Потом внизу такой коврик, типа. Вот. Как это... Тоже цветочный. Цветочный, да. В общем, ну, детали, конечно, интересные. Потом вот такое окно, как... Либо там такой вид, либо это витраж. Тут подушечка, чтобы посидеть попкой. Тут у нас столик для макияжа. Всё вообще... Всё в бабочке. Прям такая притерная она. Вот она идеальная подружка для ангела вот этой, мне кажется. Они прям вместе будут хорошо смотреться, я думаю. Ну вот. И давайте всё уже. Сейчас посмотрим на нашу модель... Модель. На нашу красоту. Экстренные новости. У куклы педикюр. Я вообще не видела... Я... Нет, я не помню у тех, Лол. Чтобы универни. Чуть-чуть ещё вот так как-то, да. Я вообще не помню, чтобы у тех, Лол, которые у меня есть, был педикюр. Я сейчас надевала ботинки и смотрю. Лак на ногтях. Это что такое? Я в шоке. Ещё у него подъём такой вот. Я приятно удивлена, да. Открывай. Купи меня, купи. Я снимаю. Тут мы и Катя уговариваем купить девчонку, потому что она реально классная. Вот. Смотрите на неё. В общем, это вообще полный образ с серёжками, с ожерельем, с очками и с ботиночками. С маникюром, как мы узнали. С педикюром. С педикюром и с маникюром, кстати. Давайте сразу посмотрим. Но маникюром нас не удивить, а вот педикюр меня прям поразил. Что-то я прям до сих пор в шоке. Вот такой вот нежно-розовые когтички. Сумочку, кстати, можно наблюдать. Тоже ей она очень идёт. Такая прям дама очень красивая. И давайте, наконец-то, рассмотрим её прям подробненько. Так. Начнём с волос, наверное. И цвет её волос мне очень нравится. Он такой какой-то, ну, медовый, не знаю, какой-то... Как же это цвет? Медно-медовый. Он такой красно-жёлтый какой-то, оранжевый. Мне он очень нравится. И они так блестят красиво, эти волосы. Ну, и они неоднородные. Здесь есть такие, как три, типа, чёрные прядки. Розовые-розовые. Ой, чёрные, почему чёрные? Розовые. И они идут от чёлки по хвостику. И сзади тоже они вот так вот прошиты. Вот. Потом прическа сама интересная. Она такая в ретро-стиле. Что, как бы, характерно для вот таких вот закрученных, суперзалачных чёлок. Вот. Потом сверху у неё вот такой высокий хвост с классным таким круженым бантиком. И идёт этот хвост. И, как бы, внизу тоже оно вот так закручено, как и чёлка. Мне это прям нравится. Ну, волосы-то как бы из-за того, что они в прическе залачены. Ну, вот сзади это вообще вот так выглядит мясиво. Мясиво. Ну, вот посмотрим. Она в коробке слежалась. Ну, вот. Красота. Это ещё такая весенняя. Да, она прям свежая. Прям вот март, весна. Как раз вот очень хорошая весенняя куколка. 8 марта такую, мне кажется, можно дарить кому-нибудь. Да. Мне, пожалуйста. Карма подари. Вот. Теперь давайте посмотрим на... А, ну ещё спереди вот такие прядки. Они суперзалачные, как всегда. Ну, вот такие вот завитушки, кокетки. Давайте посмотрим на лицо. Ну, типичное лоловское лицо с большими глазами, большими губами. Вот. Мне нравится, что у неё веснушки. Что вот такой у неё очень нежный макияж. И здесь тоже как будто как крылья бабочки. Вот такие у неё классные тени. Розовые, у основания белые. Вот. Глаза такие, как какой-то лазурно-зелёного цвета. Какой-то морской волны. Бровки вот такие вот обычные, тоненькие. Нечего сказать. Ну, губы у неё красивые, очень блестящая помада. Такая залитая, налитые прям такие. Муа. Прям, да. Вот. Ну, ушки типичные, маленькие. И вот такие серёжки-бабочки. Прям в таких маленьких ушках такие гигантские серёжки. Вот, да. Они такие прям хрупкие вообще. Вот. Ожерелье вы видели. И далее идёт наряд. Вот. Вообще это представляет собой разные элементы, что здорово. Это вот такой вот как корсет. Ну, топик. И его обвивает как бы корсет. Вот. Всё в таких рюшечках, да. Вот. Везде эти рюшечки, бабочки. Принт такой сам цветочек. Здесь идёт корсет вот такой вот как бы, ну, с люрексом-ленточкой. Тоже всё завязано на бантике. Сзади это выглядит вот так. Всё блестит, сияет. Короче, прям любовь. Вот. Потом отдельным элементом идут рукава. И они здесь как бы на такой резиночке. Вот. Чтобы они держались. Вот. Здесь вот такие бабочки. Типа золотые. Похожи на ожерелье. И тут тоже такие ниточки с люрексом. Тоже кружева, цветочки. Короче, капец. Вот. Тут у нас снизу вот такие штанцы. Штанцы. И на них вот здесь принт бабочки. Такой как из точечек золотых сделан. Сами штаны, штанцы с градиентом. Как бы розовый переходит. Такой нежно-голубой. Здесь такая интересная. Тоже с золотыми нитками типа золотыми прошита. Такая клёпочка. По бокам у неё как какие-то плавнички. Тоже рюши. И снизу это всё завершается вот такой вот красивой композицией. Здесь опять бантики. Вот такие вот как скатерть. Такая свисает. Как штанины. И вот здесь тоже у нас рюши, бантики, кружева. И сзади у неё кармашки. Ё-моё. Дайте мне её. Дайте. Дайте. Ты её держишь в руках. Нет, я себе её хочу. Ну что ты сделала? По-моему, на Allegro есть скидка на неё. Да у меня в магазине ещё одна такая есть. Всё, я её себе покупаю. Даша. У тебя она уже отложена. Змеи-искусители. Я её, кстати, сказала вернуть обратно в магазин. А теперь по всему она вернётся обратно на склад. Ну, она реально стоит того. Да, она очень красивая. Сзади кармашки. И тоже бабочкин узор. Короче, девочки, это must have. Это любовь. У кого нету, того должна быть, так скажем. Что-то у неё запутались волосы. Так, ну и давайте ещё раз посмотрим, как она будет смотреться в очках. При полном параде. Давайте её на подставку поставим. Да и всё, будем завершать обзор. Так, сумочку. Так вот. Подставочку. При том, что обычно я на твоих посмотрю и успокоюсь. А здесь наоборот. Ну, она реально очень-очень хорошая. Мне её надо. Ну, значит, будет. Как-нибудь приобретёшь. Так. Ну, у меня немножко как-то голова странно задрано чуть-чуть, на самом деле. Да, не страшно. Вот. Ну, и кто не знает, как выглядит целолол, у нас есть много видосов. Я скину вам на... Как это называется? В информации здесь будет плейлист. Кто хочет посмотреть, у них двигаются, как бы, ручки разводятся. Есть шарниры в... Как они называются? В локтях. В кистях. В кистях. В коленях на щелчки. В коленях на щелчки, вот. Так что такая... Не будем разбирать этот момент. Это стандартная лол-артикуляция. Вот. В общем, вот так девчонка у меня поселяется в коллекцию. Прям с ангелом, мне кажется, они будут хорошо... Ну, достань, да. Вот они такие прям это... Подружки будут у меня. Вот. В общем, очень нравится. I love it. Очень красиво вместе смотрятся. Вот такие две подружайки теперь у меня появились. Ну, короче, вот... У меня немного лол, но все прям очень классные. Я так думаю. Канал. Бедная девочка. А на этом всё. Что вам... Пожелаю вам хорошей весны. Наверное, этот обзор выйдет уже где-то в марте, где-то так. В общем, мои любимки остаются. Вот. А на этом всё. Спасибо. Кому нравится лол, лайк. И всем пока. И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и. Субтитры сделал DimaTorzok